ДИКАЯ ОХОТА ДИКАЯ ОХОТА Тут у нас какой-то турнир по Гвинту должен быть. Он вроде как для 26 уровня. Так, тебя я знаю, всех мы вас тут знаем. Тоже смотрите в плейлисте игры нашего канала. Все это есть, все эти тетки. Тоже мне танец. Интересно. Пять и пройти. Так, писарь. Чё тут пишешь? Я слышал здесь в игре высокие ставки. Сперва нужно, чтобы было чем играть. Пусть он покажет карты. Карты в порядке. Обступительный взнос имеется? Тысяча. Ни хрена тебе. Ну хорошо. Пусть назовет имя, тогда и получит вступительный билет. Геральд из Ривии. Геральд из Ривии. Игра скоро начнется, но сперва вы должны избавиться от брода. Пусть подождет. А че? Пусть подождет. Ну, подождем, ладно. Ну, как сказано, все подождем на день. Поддумаешь. Сброда. Уныл. Только участники турнира. Остальные все вон. Ждем послезавтра. Я даже не видел те крутые карты, которые мы с золотом раздобыли. Там три какие-то карточки должны быть. Вот значит как. Геральд из Ривии. А я уже думала, турнир будет ужасно скучным. Обыгрывать фермеров, уличных громил и фальшивых аристократов меня не слишком радует. Кто такая вообще? Мы знакомы? Скажем, у нас есть общие знакомые. Я слышала о тебе много хорошего. С подробностями. В подобном месте довольно тревожная рекомендация. Как тебя зовут? Саха. А дальше? Или может ты сразу скажешь, как тебя зовут на самом деле? В подобном месте можно ограничиться Сахой. Вижу, ты знаешь всю компанию. Часто бываешь в Пассифлое? Ну, бываю. Не припомню всех игроков, но... Это Патрик Лещина. Эти трое никогда от него не отходят. Я знавал человека, который нанимал зереканских воительниц для охраны. Но у этих должно быть... Другие таланты. Этот низушек Бернард Тулли, хуторянин. Уверяет, что играет для удовольствия, но ведь каждый хочет выиграть. Правда? А с этим поосторожней. Он не особенно уважает... Таких, как ты. Что само по себе забавно, Финиас сам полоэльф. Ну, о графе Тибольте-то, думаю, слышал? В конце концов, это он, устроитель турнира. Нет, не слышал. Говорят, он сказочно богат. Не знаю, сколько в этом правды, но на графский титул денег хватило. Так, ну чё, увидимся позже. Ещё увидимся. Попробуй перед турниром поговорить с другими игроками. Нам всё равно ждать графа Тибольта. С кем бы поговорить. Пойти с полоэльфом поговорить. Может, подерёмся заодно. Я смогу бросить эту работу. Привет, чувак. Чего? Тао! Ты часто участвуешь в турнирах? А что? Хочешь пощупать меня, как девку перед трахом? Может, тебе ещё карты показать или членам помахать? Я увижу твои карты, когда мы будем играть. Так высоко мутант ты вряд ли заберёшься. Ничего себе, самонадеянность какая. Ладно, пойдём к карлику тогда. Я здесь тоже новичок. Кажется, пока я собрал этот вступительный взнос, сто лет прошло. На шампиньонах быстро не заработаешь. Ха-ха-ха-ха. Ты действительно хуторянин? А что, не похож? У меня хозяйство за городом. Целыми днями сидел бы и смотрел, как они растут. А что с запахом? С каким запахом? Ну, шампиньоны шампиньонами, а иногда нужно и в город вырваться. Моя хозяйка сейчас же в плач, что меня тут в Новиграде прибьют. Ай-яй, гортензия, такая оказия, лучшие игроки, самые редкие карты. Ну, тут уж пришлось и меня отпустить. Так, ну ладно, удачи. Интересно, это у него шерсть торчит на руках. Зато этот полуэльф, он там уже давно ест меня глазами. Ха-ха-ха-ха. Так, ещё с одним поговорили, осталось ещё... Вот с этим... Колым пузом поговорить. Мужик-проститутка. Прошу простить, я должен сосредоточиться перед игрой. Ха-ха-ха-ха-ха. Да я уж вижу. Мне от этого пользы будет больше, чем тебе от разговоров с Сахой. На твоём месте я был бы с ней осторожней. Всё, дождались мы графа. У строителя турнира. Приветствую всех на закрытом турнире игры в Гвинт. Под словом «закрытый» я подразумеваю не только элитарный характер самого мероприятия. Каждый, кто покинет стены пассифлоры до окончания игры, будет дисквалифицирован. Это правило номер один. Правило номер два, три и четыре. Никаких скандалов, нечистой игры и магических фокусов. Играем на золотые фигурки. Победитель получает всё, а также денежную награду в девять раз, превышающую вступительный взнос. Как легко посчитать, заявлено девять игроков. Турнир пройдёт в три круга. Финалист сыграет со мной. Пары соперников определит жребий. Прошу зачитать состав первого тура. Финниас и Тим Узел, Патрик Лещина и Харальд Перопых, Гервальд из Риви и Берзард Тулли. Вот оно как вышло. Бравбл Фрунтенстро и Бадам Саха. Великолепно. Желаю всем приятные игры. А чё, с эльфом он чё, не играет, что ли? Вне тура уже, типа, финалист крутой. Бернар Туле. Чё, играем? Ты готов, Шибзик? Наконец-то! Теперь-то будет, что рассказать Гортензии детям. Начали! Поехали, Беззубик. Так, ну чё, отличный милишник у меня есть, значит. Это в Королевстве. Здесь у меня добавилось... В Нильфграде его никто не добавился. В Чудовищах у меня всё так же не хватает чудовищ для полной колоды, чтобы начать играть. И лучница добавилась. Ух, два лучника добавилось. Сенсентис и Изигрим Фиальд. Блин, ну название. Я такие даже не могу выговорить. Блин, лучники нулевые вообще попались. 30 карт. Нафига мне 30 карт, а? Скажите вот мне. Я не буду всё равно играть этой колодой. Просто я хочу отсортировать сразу на будущее. Этих Шибзиков точно можно повыкидывать. Они только место занимают. Пятёрочка. Они ничего не могут делать. И что это за такие герои? Уходи, дверь закрой. Лучница тоже четвёрка. Ну куда нафиг? Всё, 22 карты. А мы играем, как обычно, любимым королевством Севера. Альтернативы-то особой-то и нету. Точно выстрел с Болисой сокрушит не только укрепление, но и врага. Так, это вызывает мглу. Больше у меня лидеров нету, да? Окей, давай посмотрим, что там у тебя. Может, с картами повезёт. Противник ходит первым. Мглу мы можем... Нет, мы не листали его мрать. Ливень. Две дудки. Так, Лютик, от тебя толку... Так же, как от дудки, да? Только ты в мели можешь работать. Так, вот так. А ты один тоже, да? Лютик, от тебя, блин, пользы вообще никакой, слушай. Зашибись! Ну и карта у меня попалась, а! Ход противника. Просто мечта. Чёткие карты у неё, конечно, вообще. Долбаны, блин. Морозец. Ничера себе! У него все такие золотые, что ли, карты? Точно, у него все золотые карты, а! То есть, на погодные лучше вообще не полагаться. Играя с ним. Зашибись! Опа! Ничего себе! Называется Схавал. Так, у него три карты, у меня... У него пять, точнее, у меня три. Три. Блин, где ж моя дракоша-то лазит, а? Почему она мне попадается в кардах никак? Блин, нельзя проигрывать ему. Чёрт, чё же делать-то? Ну, я пока что выигрываю. Ну, это пока что. А какие у него там карты, если у него там пятнашки какие-нибудь? Ты, ёлки, блин, даже не знаю, чё и делать. Пойдём ва-банк. Вот тебе и сходили ва-банк. Я пасую. Если он меня сейчас побьёт, это будет обидно. Я выиграл! Да не может быть! Йооо! С одной картой мороза остался. Ох ты, лучница ещё попалась. Ну, ходи своей карте. Я хожу? Блин, я чё-то очкую. У неё сейчас такая-нибудь пятнашка. Семёрка. Ну, зашибись. Ну, я его не побью. Так. Ты кем ходишь? Ему карту дадут? У неё пас. Ему не дали карту? И мне не дали карту, потому что, типа... Туман! Да ты что? А мне карту почему не дали? Я неужели сейчас выиграю его, а? Я не верю просто. Пас. Я ещё и подуду. Для Болисов, правда, их нет. Ей, я его выиграл. Поздравляю! Досадно, конечно, вылететь из первого круга. Но это ж просто игра. Главное, хорошо развлечься. Я его нагрел. Фольтест. Ну, как первая игра? Неплохо. Я видел, ты тоже выиграла. Мне показалось, что мой соперник был пьян. У него были совсем неплохие карты, но... Наверное, он не мог на них сосредоточиться. Хм. Может, закончим этот разговор наедине? У меня есть одно предложение. Встретимся на террасе наверху. Блин, ну чё ж ей ответить-то? Хорошо. Ну что ж, пойдём. Наверх так наверх. На террасу. Мадам Саха. Чё нам, ведьмакам, бояться-то? Чудесно. Тётька зовёт. Ведьмак идёт. О! Можно сливовку взять. Так, а мы отсюда не выйдем, а то нас дисквалифицируют нафиг ещё. Ммм, наконец-то мы одни. Так о чём ты хотела поговорить? Победитель турнира получит целую кучу денег. Не знаю, как ты, а я бы предпочла убедиться, что они попадут в хорошие руки. И я бы не стала рассчитывать на везение. Лучше просто вынести их отсюда как-нибудь потише, не беспокоя остальных. Хмм, не этого я ожидал. То есть ты не производила впечатления... Воровки? Разумеется. Я же не занимаюсь этим каждый день, поэтому мне и нужна помощь. Почему ты пришла с этим ко мне? Я слышала, что Геральт из Ривии никогда не оставит женщину в нужде. А я женщина, которой очень нужны деньги. От кого ты это слышала? От Фрингильи Вига. Она рассказывала о ваших приключениях в Баклере. И как я поняла, на тебя можно рассчитывать. В правом деле. Ну хорошо, допустим, я тебе помогу. Я, разумеется, поделюсь деньгами с тобой. А что если я выиграю турнир? Тогда у меня к тебе будет другое предложение. Какой у нас план? Когда будет надо, я всё скажу. Пока что просто будь начеку. А если вылетишь из турнира, просто побудь здесь до конца. Увидишь, оно того стоит. Всё это звучит несколько загадочно, но допустим. Замечательно. В таком случае вернёмся к остальным игрокам. Вот зашибись. Вернуться в общий зал. Главное не выйти на улицу. Дисквалификация сразу же. Так. Короче, она предлагает деньги поделить. Ну это хорошо, я денежку люблю. Хотя я хотел бы ещё и карты выиграть. Начинается второй раунд. Попрошу внимания. Бадан Сака и Гилберт из Риви. Ух ты как у нас. Совпало-то. Желаю приятной игры. И пусть судьба вам благоприятствует. Благоприятствует. Ну чё, Саха, садись. Ты куда пошла? И алё? Куда она пошла? Я ж с тобой играть должен. Ты чё ходишь тут? Лёгкие победы меня не радуют. Я рассержусь, если ты будешь поддаваться. Я и не собираюсь. Очень мне интересно то другое предложение. Тут другое предложение. Чё мы там выиграли? Какой-то фольтеста выиграли. Вот он. Учтожает самый сильный осадный отряд. Или отряды противника. Если общая сила осадных отрядов равна или превышает 10. Блин, а чё у неё за колода будет? Ставлю я вот эту. Ну чё ж, поехали. Ильфградится она. Противник ходит первым. Это хорошо. Блин, морозной карты у меня нету чё-то как-то. Плохо. Давай тебя как-нибудь на мороз сменяем. Нет, не сменялось. Может тебя? Нет, и цири нету с нами. Блин, надо карты добывать. Мороз и цири нужна. Так, мороз есть. Цири не наблюдаю. Блин, чучело. Не учила. Задудел. 18-0. У меня 8 карт. У меня чуть поменьше. Так, ну чё, начинаем выкидывать рейнджи. Или кого выкидывать-то? Так, если я пойду вот этой картой, я съем десяточку, по идее. Да? И съел. Хорошо. О, теперь я знаю, куда она пойдёт в следующий ход. Она пойдёт в баллисты. Поэтому баллисты пока оставим. Мы туда мглу кинем, если чё. Или дождик, как он там называется, эта карта. Пойдём в рейндж. Так, ну я пока что веду. Чё ты мне предлагаешь сделать-то? Отказаться от своих слов? Блин, откуда он тащит карты? Вообще не пойму. Тащит и тащит просто. 23-28. Ну-ка давай, король. Не сдаётся, да? Лютик в бой. В бой! Баллиста. Отлично. Не сработало его удвоение. Ну, блин, тащит меня. И мороз мне тут не пригодится. 48-47. Давай баллиста играть. Потом посмотрим, куда дудку вдуть можно будет. Давай вторую баллисту. Я пока по количеству карт веду, но это чё-то такое... О, погодное. 55-59. Так, можно вдуть дудку. Так, что ответим? Неплохо. Очень даже неплохо. Блин. Минимальный отрыв, конечно. И мороз я не могу поставить. Минус 18 будет у него. И минус 12 будет... В принципе, могу мороз поставить. Почему не могу? Могу. Оп. Нормально. А вот это уже ненормально. Мне уже не догнать. Я пасую. Так, ну и чё ты там с одной картой будешь делать? Ход противника. Блин, ещё и не сдаётся. О, дела. Так. Пасует. Пас. Отлично. Ваш ход. А я пасую. Опа. Есть. Разложил. Нормально, карт нету, дуры. Опять пасует. О, я ещё сейчас её угнетать буду просто. Вот так сделаю. Сейчас достану карту какую-нибудь. Вот такую, например, да? Вот, я её хочу с максимальным отрывом просто унизить. Вот так вот пойду. Вот так вот пойду. Чтоб этот матч зашёл в историю. Вот так вот. Нет, 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 погоди, рано. Вот так вот. И вот так вот. Ну, как тебе? Ха, разодрал просто. Как тузик грелку. Что же? Надеюсь, судьба и дальше будет на твоей стороне. Эмгирвар Эмрейс. Чтобода, третий круг. Страсти накаляются. Вот она, тот эльф. Победитель этого тура будет играть в педали с самим графом Кибальтом. Тринадцатый Герхард из Риви. С мутантом играть не буду. Должен ли я понимать, что вы отдаёте партию? Хорошо. В таком случае, ничего я не отдаю. Я просто раздавлю его, как глопа. Желаю удачной игры. И прошу помнить о правилах турнира. Никакой магии и никаких скандалов. Зассал бы, так и сказал. Так. Что-то мне эмгир какой-то достался. В Новиграде он, скорее всего. Да, точно. Что за эмгир? Король, что ли? Точно, вот он мне дал. Посмотри, три случайные карты противника. И вот возьмите карты из отбоя вашего соперника. Прикольные. Так, но они у меня недостаточно сильные. Поэтому я думаю, буду так же продолжать с севером играть. Так, у меня лидер сейчас туман вызывает. Правильно? Мглу. Ага, это вот самая мгла, которая дальнобойные отряды с толку сводит. Что ж, поехали. Так, два мороза мне точно не надо. Баллиста? Ну ты тоже один. Тебе толку никакого, блядь, мгла вызвалась, а? Ай, блин, мгла у меня классовая есть. Карты нужны. Ой-ой-ой, ну и что за карты попались, а? Сейчас мглу сыграем, она уже в отбой уйдет и все, и больше не вылезет. Пока не будем играть, пускай он вытаскивает побольше милишников. У него же есть там классовые карты, которые сразу и туда, и туда играются. Ага. Тогда теперь точно все равно. Куда он что поставит? Ух ты какой, ты модный! А ты так решил? Что-то ты хреново придумал, чувак, по-моему. Если у тебя они там все в рубашечке, то ты меня затащишь. Точно в рубашке. У меня бита-то не было еще, а? Ну? Все в рубашке у него, а? Подуди хоть, что ли, пойди. 28-28. Нихрена себе у него карты. Так, у меня есть отбой, да, уже? Первый. Да, блин, напряженно, напряженно. 4-6. Что-то надо делать, выправлять ситуацию. Будем смотреть, что за карты у чувака. Спасовал. Что-то ты рано пасанул. Человек хороший. Человек хороший. Так. И вот так. Карты у нас одинаковы. И совсем они не лучшие карты у нас, блин. Ну, зато я победил. Это уже хорошо. О, баллиста, отлично. Две баллисты у меня. Дудки. И морозит. И морозит. Давай, может, милишниками пойдешь? Скоталец. Пошел, милишниками. Дек. Ни хрена себе. Еще и кого-то полечил. Блин, дело плохо. Что-то. Так вот. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посыпались. Так. Ну, ставим мороз. Смотрим, что получится. Так. 23.13. Ну, отлично. Я просто... Просто себе завидую. Своему везению, а. Как я его раскатал. Что скажешь на это? Ну, там жульничка. Я тебе эти твои дьявольские глазищи пальцами выдавлю. О, блин. Ни хрена себе. Ты че? 27-й в левел. Может, я не меч достану, а? Чувак. Так. Выдавит он. Дисквалификацию ему пишите. Давай, давай. Давай. Иди сюда. Выдавит он мне. Да у тебя скотина еще не доросла твоя. Выдавливальщик. На тебе. Без меча обошлись. Поздравляю вас с победой. Прекрасный стиль. И с этой второй победой так же. Я думал позвать стражников, но... Но я решил все сам. Приглашаю вас на финальную партию. Признаюсь, я и не ожидал такого результата. И поставил весьма солидную сумму на другого игрока. Можно было догадаться, что здесь ведут больше, чем одну игру. Высокие ставки. Ну че ты, скотелец? Поговорим еще с тобой? Так высоко, мутант, ты вряд ли заберешься. Так высоко. Привет, красотка. Блин, я б с тобой покатался тоже. Думаешь, это смешно? Да че ж смешного-то, ты че? Чудесно. Так, где турнир? Играем мы тут, на веранде, на беседочке на этой. Ну че, а ты будешь подсматривать, да, все? За честность бороться. Ну давай, играем. Картежник. Очки у вас модные. Ух ты, как я сел быстро. Типа я всегда готов, да? А че я у того чувака-то выиграл? С катаэлей каких-нибудь. Че, я ничего не выиграл, что ли? А не, дали мне вот эту. Умение уничтожает самый сильный рукопашный отряд или отряды вашего противника. Прикольная карта. Я всех лидеров собрал этих скотов. Ну играю я сегодня королевством, как обычно. Я не знаю, что это у меня за противник, кстати. Чудовище у него. Противник ходит первым, это хорошо. Так, мороз есть. Тудок мне зачем столько? Блин, лучше б дали шпионов каких-нибудь. Ну куда вы мне пихаете такие? Да что за карты-то достались, а? Как играть ими? Ютик у него есть. Блин. Блин. И баллисты у него есть. Ну зашибись. Для полного счастья называется только. Такого счастья нам еще не перепадало. Все, он пошел в мили, надеюсь. Да. Он ворвался в мили. Отлично. Значит мы его заманили в лауху. Уничтожает самые сильные карты или карты на поле боя. Сыграв, отправляется в отбой. Восьмерка пока что сильная. А не, десятки есть. Десятки есть, ага. Так, ну что, милее играть с ним? Или что делать-то? Я даже не знаю. Поставить мглу. Дальнобойные отряды свои же похлестаю. Похлестаю. Мороз. Я думаю еще рано ставить. Ладно, будем хлистаться. По его правилам. Забздел. Что это было? Это не юзается, потому что поюзано уже. Рано еще ставить тебя. Так вот. У него милишников осталось немерено. Почему мы с ним не смогли содрать? 25-25. У нас осталось по 5 карт. Так. Ух ты, е-мое. Так, надо подумать. Пока еще отбоев не было. В первый раунд мы играем. И взять я ничего не смог. Охренеть. 3 на 3. Ну что, я пасую. Блин, у меня карты неудачные вообще попались. Просто дерьмища редкостная. Что-то мне мороз. Ну, у меня мороз не попался. А мне карты что-нибудь не дали. Что-то я не понял. Ну, а почему королевство севера не берет карты? Ну, наконец-то дали мне карту. Блин, в прошлый раз не дали. Сейчас дали. Что хотят, то творят. Класс. Особенно, блин, вот в тему вообще лежит. Карта так. Ох, попрет. Сейчас он на милишниках. Дудка. Блин, у него последняя карта. Дальнобойные отряды убиваю. Что делать? Что у тебя? Покажи. Ес, я его надгрел. Классно. Блин, напряженный бой. Вот этот граф дает, конечно. Превосходная игра. С удовольствием вручаю... Эрдинбрек глаз. Вот это я выиграл турнир, называется. Деньги мои унесли. Это не я. Можешь даже не спрашивать. Я так и подумал. Такого я не ожидала, но... Наш уговор остается в силе. Попробуем отыскать деньги вместе. Согласен. С чего начнем? Поднимемся наверх. Подожди. Этот ведьмак хороший знакомый капитана Хансона. За небольшую плату он может осмотреть место преступления. За плату? Но ведь... Разумеется, мы рассчитаемся с самим капитаном. Как он после ранения? Ему уже лучше? Ну... Я слышал, что да. Рада это слышать. В таком случае мы пойдем наверх. Место преступления осмотреть. Сейчас мы осмотрим его. Так, ну тут ничего нету. Так, где деньги лежали? Показывай. Ага. Кого-то даже убили. Милостивая госпожа, если вы увидитесь с капитаном, будьте так любезны упомянуть... Это все, мой любезный. Ты можешь идти. Ведьмаку нужны абсолютная тишина и покой. Ну еще бы. Неплохо у тебя вышло. Ты правда знаешь этого капитана? Да. Ужасный человек. Ну, принимайся за работу. Да, чуваку охранявшему. Общак. Фестиваль, так сказать, не помог. Ничего не помогло в этой жизни. Так, будем искать. Начнем с трупика. Раны нанесены под странным углом, но очень профессионально. Под странным углом. Это сверху вниз, наверное, да? Это, блин, наверное, тот говнюк, вот этот скотелец. Вот я знал, что им нельзя доверять. Может быть, что-то тяжелое двигали в сторону террасы. О. Стрела. Арбалетный болт. Кто-то привязал к нему кусок веревки. Она явно отрезана. Может, вор спустил на этой веревке мешок с деньгами? Тогда у него должен был быть сообщник, который ждал на улице. Ммм, внизу что-то есть, но отсюда не разглядишь. Это сделал кто-то из участников турнира. Он спустил деньги на веревке, а после спокойно прошел мимо стражников. Ммм. Этот кто-то хорошо подготовился. Ты сумеешь его выследить? Еще не знаю. Посмотрим, может, на улице остались какие-то следы. Вот говнюк, блин. Да вот стопудовый этот скотинец вот этот самый. Я вот никогда этим эльфам не доверял. Как вот им можно верить после этого всего? Следы. Точно такая же, как та, что привязана к арбалетному болту. Надо здесь осмотреться. Откуда этот запах здесь? Корица. Странно. Я ничего не чувствую. Что-то я чувствую. Корица. Давай осматриваться. О. Запах корицы. Ага. Идем по запаху. Ах! Он слишком спешил и потерял вот это. Должно быть, выпало из повозки. Откуда ты знаешь, что это потерял вор? Под свертками лежит арбалет. Меня так и разбирает вспомнить какую-нибудь шутку насчет острых приправ. Но я воздержусь. Ценю. Я уже видела этот цеховой знак. Эта компания торгует приправами из Зерикании. У них склад в доках. Он с этой стороны порта, дальше всех к северу. Встретимся на месте, хорошо? Договорились. Вот те и расследования уже совершили так быстро. Так, это где? Далеко? Встретиться с Сахой. 305 метров. Ну, в принципе, не очень далеко. Так, ну я почти на месте. Вот она, Саха. Она переоделась? А что ты юбку сняла-то мне в юбке больше нравилась? Гоголь-моголь. Гоголь-моголь. Внутри шестеро. Дверь я открыть не смогла. Значит, найдем другой путь. Дверь открыть не смогла, говорит. Так, ну что, будем искать. Закрыто. О. Интересно. Лазунчик по крыше. Все, долазился. Найти способ проникнуть на склад. Так. Закрыто. Да что ж все закрыто-то? Попробуем войти здесь. Давай вперед. Через леса. Понятно. Вот она, дырка. Думаю, куда здесь? Так, надо, блин, наверное, передохнуть. Только что-то у меня энергии совсем маловато. Ну что, ты идешь? Я тут час медитировал, тебя все нету. Вот она. Вот она. Вот резкая, а, баба. Так, ну и что тут? Высокие ставки. Понять, что происходит. Ну что происходит? Очистили нас. Надеюсь, она всех сама побьет. Чародей. Это клопыш тут самый, что ли? Который из них гортензия? Тот, высокий. Игра окончена, Тули. Отдавай деньги. Игра, вот именно. Я наблюдал за тобой с самого начала, но думал, если ты меня выследишь, то придешь одна. Ты уже рассказала ему, кто ты? Нет? А он наверняка с удовольствием послушает. Говори. Говори, или я велю переломать тебе пальцы. Что происходит? Все очень просто. Мадам Саха проглотила сказочку про разводчика шампиньонов, как пеликан-кирпич. Я думал, она будет мудрее. Ну так как? Ты сама скажешь, на кого шпионишь в Новиграде? Или хочешь это прокричать? Отойди от нее. Попридержите кто-нибудь ведьмака и поставьте его так, чтобы ему было хорошо видно. Ох, ребята, не имется вам. Гортензия. Ни хрена себе они дерутся. По-взрослому. Так, отлично. Один есть. Добивай. Уходим. Уходим, блин. Ё-моё. Вот это бьют они. Сейчас у меня шипзик закатает. Да что такое? Убил наконец-таки. Шипзик. Так, отлично. Остался один шипзик. С молоточком. Давай, со спины вон. Опа! Опа! Так, ты живая там, девушка? Ох, славная работа. Я его не подозревала, а он-то меня, наверное, давно раскусил. Низушки бывают непредсказуемы. Во всяком случае, у нас получилось. А теперь насчет того, чтобы поделить деньги. Вот именно. А что за предложение должно было убедить меня с тобой поделиться? Уже не важно. Нашли мы деньги вместе, а поэтому поделим их пополам. Знаешь что? Приглашаю тебя на ужин в зимородок. Надо отпраздновать мой последний день в Новиграде. Возвращаешься в Нильфгард, и для этого тебе нужны были деньги? Вижу, ты догадался. У тебя все-таки остался выговор. Ну что же, значит, придется переквалифицироваться. В Новиграде я все равно провалилась. Эх. А кем ты была до того, как стать шпионками? Уже и не помню. Но, кстати, можешь звать меня Контореллой. Это твое настоящее имя? Ну, почти. Конторелла. Ну что, принимай этого приглашения, жилье. А полутать. И оказалось, что это голубоглазая проститутка его сестра. Он не мог в это поверить. Ну надо же. Попросил, чтобы я снова встретился с ней в доме ночи. Хм. Очень интересно. Может, ты расскажешь конец этой истории наверху? Хорошая мысль. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Исчезла, ушла не попрощавшись Гарольд будет переживать Ну что ж, дорогие друзья, давайте здесь, наверное, закончим эту серию Мы выиграли квест Большие Ставки Возьмем письмецо, сейчас мы его прочтем быстренько Ушла не попрощавшись Как она могла, после всего пережитого вместе? Герольд, прости, что уезжаю не попрощавшись Но ты так сладко спишь Я с трудом удержалась от того, чтобы стянуть у тебя карты и деньги Или, по крайней мере, прочитать письма, которые распиханы у тебя по всем карманам Сложно избавиться от старых привычек До встречи, может быть, совсем скоро мы снова встретимся Совершенно случайно Может быть То есть она карты не украла, да, и деньги оставила, половину Фух, ну нафиг я с ней поделился, я, конечно, не знаю Такая сюжетка, видимо Сливы Сливы у меня повсюду Ну чё ж, Гарольд в трусах И это надо обязательно поставить палец вверх Подписаться на канал Это, напоминаю, мы играем в Ведьмак 3 Дикая Охота И вы на игровом канале Железное Сердце Жду от вас пальцев вверх за это видео Всем пока, до новых встреч Продолжение следует Лютик, верно? Она звала вас, когда приходила в себя Йоахим фон Грац Начал